Дорожно-транспортных происшествий Одно из таких произошло в восточном микрорайоне, где практически лоб в лоб столкнулись два автомобиля Подробнее в нашем первом сюжете В Баранычах утром 28 августа была пасмурная и дождливая погода В таких условиях водителям транспортных средств необходимо быть еще более внимательными и осторожными Особенно при движении на перекрестках и проезжая пешеходные переходы В противном случае спешка и невнимательность может иметь серьезные последствия Так, на перекрестке улиц Тельмана и Розы Люксембург произошло дорожно-транспортное происшествие Столкнулись два легковых автомобиля – черная «Шкода» и белый «Опель» Как рассказали очевидцы, непосредственно перед аварией белый универсал «Опель» двигался по улице Тельмана В направлении Несвежского перекрестка При этом автомобиль ехал на зеленый сигнал светофора В это же самое время в противоположном направлении навстречу двигался автомобиль «Шкода» На перекрестке улиц Тельмана и Розы Люксембург водитель черного автомобиля «Шкода» начал поворачивать налево на улицу Розы Люксембург В этот самый момент он столкнулся с автомобилем «Опель», водитель которого двигался прямо Вовремя среагировать на аварийную ситуацию водители, к сожалению, не успели Поэтому удар автомобилей был достаточно сильным В результате столкновения автомобиль «Шкода» задымился Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС предотвратили возгорание К счастью, люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали Серьезное повреждение получили только автомобили Во обстоятельствах аварии разбираются сотрудники госавтоинспекции Еще одно ДТП произошло на улице Вильчковского На этот раз столкнулись сразу три автомобиля В жизни бывают разные обстоятельства, которые заставляют нас ускоряться Однако при всем при этом ни в коем случае нельзя забывать про безопасность Ведь пренебрежением этого может стать печальный результат Так, днем 30 августа на улице Вильчковского произошло дорожно-транспортное происшествие Столкнулись сразу три автомобиля Все три транспортных средства ехали в попутном направлении со стороны поселка Звездный Первым двигался легковой автомобиль Рено, следом за ним двигался микроавтобус Соболь Третьим был автомобиль Мазда Перед путепроводом автомобиль Рено остановился для того, чтобы пропустить встречный автомобиль Следом за ним остановился микроавтобус Соболь Машины ожидали, пока пройдет встречный транспорт Водитель автомобиля Мазда вовремя остановившееся транспортное средство не увидел В последний момент он попытался остановить автомобиль, резко затормозив Однако вовремя остановить автомобиль он так и не смог В результате чего автомобиль Мазда врезался в микроавтобус Соболь Водитель которого, среагировав на удар, попытался минимизировать последствия аварии И выкрутив руль, хотел объехать стоящий переди автомобиль Но все равно задел впереди стоящий Рено Виновник аварии пояснил, что вез свою маму с травмой ноги Поэтому очень спешил и в какой-то момент попросту отлегся от дороги А когда увидел спереди автомобиля, то было уже поздно и аварии избежать не удалось Пассажиры в ДТП не пострадали В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники госавтоинспекции ГАИ напоминает водителям, что за рулем необходимо быть предельно внимательным Нельзя отвлекаться на посторонние вещи Кроме того, необходимо обязательно соблюдать правила дорожного движения, даже если вы очень торопитесь В Барановичском районе в результате наезда на животное погиб водитель ДТП произошло 27 августа в 20.55 на автодороге М1Е30 Брест-Минск, граница Российской Федерации По предварительной информации, 38-летний житель Каменца, управляя автомобилем Volkswagen Golf Двигался по крайней правой полосе На 197-м километре водитель совершил наезд на лошадь, выбежавшую на проезжую часть дороги Справа налево по ходу движения автомобиля После наезда мужчина съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в придорожное дерево От полученных травм водитель скончался в автомобиле скорой медицинской помощи В нашей республике продолжается специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!» Наша съемочная группа побывала в одном из рейдов, организованном ГАИ, и посмотрела, как водители выполняют требования данного СКМ С 25 августа по 5 сентября в Беларуси проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!» В этот период водителям транспортных средств необходимо двигаться с включенным ближним сетом фар, либо дневными ходовыми огнями Для профилактики нарушения правил дорожного движения и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения Вблизи школы в местах интенсивного движения детей-пешеходов по утрам будет организовано дежурство сотрудников госавтоинспекции Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге Сотрудники ГАИ примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года Где в очередной раз напомнят о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения Кроме того, наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей Проезды пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств Будут пресекать нарушения со стороны пешеходов, подающих плохой пример маленьким участникам дорожного движения Для профилактики нарушений правил дорожного движения и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения Вблизи школ и в местах интенсивного движения пешеходов по утрам будет организовано дежурство сотрудников ГАИ В одном из рейдов сотрудниками ГАИ побывала и наша съемочная группа Место проведения рейда было выбрано не случайно Это новое учреждение нашего города, средняя школа номер один Тем более, что расположилась она в самом молодом микрорайоне нашего города Где проживает большое количество молодых семей с детьми И вопрос безопасности детей является весьма актуальным Тем более, что именно в этом микрорайоне периодически случаются транспортные инциденты с маленькими пешеходами Сразу хочется отметить, что несмотря на то, что СКМ, внимание, дети, проходит уже не первый день Водителей, которые двигаются с выключенными фарами, довольно-таки много Не успели мы расположиться, как инспектор уже остановил первый автомобиль На вопрос, почему двигаетесь с выключенными фарами Водители искренне извиняюсь, говоря, что попросту забыли Про акцию при этом знали все, кого останавливал инспектор Не заставил себя долго ждать и водитель, которая перевозила своих детей без специального удерживающего устройства При этом это была их мама, для которой безопасность своих детей должна быть на первом месте Остановил инспектора нерадиового отца, который ехал не только с выключенными фарами Так еще и двое детей его на заднем сидении не были пристегнуты вообще К сожалению, это далеко не все нарушения, которые были отмечены в период нашего рейда И что более удручают, они не единичны Встречалась нам даже девушка-водитель, которая мало того, что ехала с выключенными фарами Так еще и беспечно за рулем разговаривала по мобильному телефону При этом сзади ехали двое ее деток О всей этой ситуации начинаешь задумываться, неужели родителям настолько безразлична безопасность своих детей Мало того, ведь дети как губка впитывают такое безалаберное отношение к безопасности И в дальнейшем переучить их будет куда сложнее Ведь личный пример родителей намного более значим для них В свою очередь, госавтоинспекция просит водителей быть более ответственными Не только в отношении своих детей, но и в целом к правилам дорожного движения Быть более внимательными и осторожными Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными При движении вблизи детских учреждений Проезде нерегулируемых пешеходных переходов Остановок общественного транспорта И особенно во дворах домов С 1 сентября начались учебные занятия И, соответственно, детей на дорогах теперь будет гораздо больше Поэтому водителям, да и самим маленьким пешеходам необходимо быть куда более внимательными и осторожными От лица сотрудников ГАИ поздравляю всех ребят, их родителей, педагогов с началом нового учебного года Хочется пожелать вам, чтобы дорога в школу действительно всегда была для вас праздником И никогда не принесла несчастья В убийстве жительницы Барановичей подозреваются два местных жителя Утром 30 августа поступило сообщение об обнаружении на улице Тельмана в Баранчах тела 67-летней местной жительницы без признаков жизни Следователем с участием специалистов Комитета судебных экспертиз Побрестской области проведен осмотр места происшествия На теле женщины обнаружены телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти Зафиксирована следственная картина, изъяты необходимые следы и объекты, по которым назначены экспертные следования, допрошены свидетели Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 139 Убийство ОК Республики Беларусь По подозрению в совершении преступления задержаны 32-летние и 52-летние жители Барановичей Сейчас с ними проводится следственное действие Выясняются все обстоятельства совершенного преступления Это все, что мы хотели рассказать Оставайтесь с нами и берегите себя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok